как сделать планировку в доме из деревянного бруса тот кто разбирается в теме понимает что каждая стена и перегородка в таком доме является самонесущей и просто так и и не уберешь ее вообще не уберешь что делать смотрим всем привет меня зовут иван безруков я дизайнер интерьера с опытом 24 года сегодня я вам буду рассказывать как делать планировки в деревянных домах на реальном конкретном примере эта планировка которую вы видите сейчас на своих экранах была мне прислана из иркутска это тот что стоит на берегу озера байкал зимы там лютые суровые озеро большое природа прекрасная ну просто я там был действительно очень красиво в общем дом деревянный одноэтажный проживать в нем будет молодая семья с ребенком с какими проблемами я столкнулся и вообще какие проблемы в деревянных домах проблемы в деревянных домах в том что это деревянный дом и стены просто так убрать невозможно это раз вторая проблема конкретно в этом доме отсутствие мест хранения в прихожей нету гардеробной если ставить шкаф то он будет маленький следующая проблема это вход в детскую комнату он находится прямо около входной двери то есть входя и выходя из этого помещения будем ходить через грязевую зону следующая проблема это одна единственная ванная комната во всем доме далее кухня гостиная квадратной формы размер то вроде бы неплохой 6 на 6 метров но сама по себе квадратная форма она является не самой удачной для кухни гостиной следующая проблема нет мастер спальни в полном понимании этого слова мастер спальня должна в себя включать комнату где стоит кровать гардеробную и свою независимую в ванную что будет если проблемы не устранить начну с мастер спальни мастер спальня всегда делается по принципу гостиничного номера если вы когда-нибудь ездили в другой город страну и останавливались в отеле то вы замечали что вашем номере всегда есть душевая и туалет это значит что вам не надо выходить в общий коридор и пользоваться общим туалетом например это же удобно иметь свою ванну удобно по такому же принципу строится мастер спальня в ней должна быть ванная комната но что собственно будет если не делать мастер спальню ведь большинство людей живет именно так без каких-то там ванных комнат в самой спальне да все очень просто когда дети растут и вы живете с ними вместе в одной квартире или в одном доме становится некомфортным пользоваться одной ванной на всю семью все-таки родителям иногда хочется уединиться и побыть вдвоем а после этого мероприятия нужно принимать душ как правило и хорошо если этот душ будет именно в вашем пространстве родительском в родительской спальне то есть в мастер спальне если этого не будет то родители будут испытывать дискомфорт выходя в общий коридор и пользуясь общей ванной а если она будет занята а если в этот момент выбежит ребенок в коридор и запросится тоже в ванную ну согласитесь это дискомфортно можно ли без этого жить можно но менее комфортно а еще в мастер спальне предполагается наличие большого гардероба или шкаф это нужно для того чтобы все вещи родителей которые они носят на себе не верхнюю одежду а нательную хранились в одном их помещении под названием мастер спальни и получается очень удобно придя домой мы сначала заходим в мастер спальню и попадаем в гардероб раздеваемся идем принимаем душ одеваем халат или домашнюю одежду и уже выходим в общее пространство вот так комфортно если не будет много мест хранения большого шкафа или гардероба то придется вещи еще где-то хранить в каком-то другом помещении пространстве ходить в другую комнату и это опять будет происходить через общий коридор мало того что это дискомфортно далеко куда-то идти ну и потом придется все время одеваться например чтобы выйти в это общее пространство но ведь перед детьми не будешь голышом бегать это как-то не принято в нашей стране что будет если не предусмотреть нормального хранения вещей в прихожей то есть либо большого шкафа либо большой гардеробной просто-напросто вы не сможете купить много одежды я напоминаю что это город иркутск там холодно бывает зимой а это значит как минимум по одному пуховику в семье имеется а скорее всего этих пуховиков два один полегче другой помощнее потеплее шуба наверняка какая-нибудь есть много различной обуви согласитесь неудобно таскать обувь к себе в спальню чтобы там составить ее в коробке до следующего сезона ведь лучше если это будет в прихожей можно ли без этого жить можно но менее комфортно согласитесь все таки удобно когда верхняя одежда и обувь находится в прихожей поэтому чтобы не испытывать такого дискомфорта надо делать много мест хранения в прихожей с этим связана еще одна проблема когда мест хранения недостаточно приходится делать крючки на стенах полочки приколачивать чтобы одежда висела на каких-то крючках и это называется отсутствие дизайна и красоты потому что вся одежда разношерстная мы ее видим когда ходим по этому коридору из помещения в помещение так или иначе эту одежду мы видим и это называется визуальный шум потому что одежда то вся разная висит как попало в общем никак она не радует наши глаза а заходя домой мы должны попадать сразу же в красивое пространство нам должно сразу же нравится с порога понимаете и в этом то и заключается проблема что если мы не сделаем хранение мы не сможем создать красоту но еще один важный момент в этом варианте одна ванная комната на весь дом если так и оставить то семья будет испытывать дискомфорт просто потому что утром собираясь на работу и принимая душ умываясь придется выстроиться в очередь в эту самую единственную ванную комнату а если вечером кто-то захочет полежать в ванной расслабиться часик другой то что делать другим членам семьи если они вдруг захотят например сходить в туалет а такое знаете ли бывает и это сразу же вызывает дискомфорт можно ли без этого жить можно можно жить и с одной ванной но это дискомфортно и этот дискомфорт будет накапливаться тут чуть-чуть там чуть-чуть год прошел два и в итоге это будет иметь накопительный эффект и вызывать раздражение у вас и у ваших домочадцев поэтому лучше избежать устранить эти мелкие недочеты и раздражители первое что я сделал это планировку не двигая не убирая ни одной стены в этом доме так как это приходит на ум сразу же практически каждому проектировщику который берет в руки любую планировку я поставил в прихожей шкаф он получился на метр сорок считаю этого недостаточно но больше возможности поставить еще один шкаф куда-то не получается потому что кругом двери дверь шкафа мы не заслоним соответственно ну что вошло то вошло далее проходим ванную ванной собственно раковина унитаз и сама ванная единственное что я бы предложил сделать это вырезать дополнительно окно в стене здесь же находится стиральная машина и от стиральной машины до стены шкаф для хранения всяких всячески это нужно делать обязательно в любой ванной комнате мне не нравится то что здесь в этом помещении находится стиральная машина и в следующем варианте я покажу как сделать так чтобы стиральная машина перекочевала в другое место и освободила ванную от своего присутствия в общем пространстве кухня располагается буквой п и это дает возможность сделать полуостров за островом находится обеденный стол на 4 персоны семья три человека и для них этого вполне достаточно если приедут гости то стол можно раздвинуть и соответственно всем дружно посидеть за столом сервант за столом для красивой посуды ну и вдоль другой стены стоит двухсторонний диван это самый интересный элемент в данном помещении потому что на этом диване можно сидеть одновременно и смотреть телевизор и любоваться огнем сидя с другой стороны в спальне если мы оставляем ту конфигурацию которая нам досталась от застройщика то получается что кровать мы можем поставить только к дальней стене изголовьем при этом высвобождается большая площадь перед кроватью и надо сказать что когда в доме не очень много площади то для меня не совсем понятно зачем нужна эта площадь в спальне лучше и отдавать в общее пространство или делать дополнительные санузлы но как есть так есть в это пространство я помещаю два кресла в другой стороны макияжный столик который тоже был необходим заказчиком и здесь такой интересный элемент как показалось видимо строителю или кто проектировал этот дом это две гардеробные комнаты видимо мужская и женская но они такого размера что похоже больше на кладовку чем на полноценную гардеробную комнату две оставшиеся комнаты это детские здесь классический набор мебели кровать шкаф рабочий стол стеллаж кресло для гостей в обоих комнатах в этом варианте надо сказать нет ничего примечательного и если вспомнить знаменитую фразу бытие определяет сознание ну и сразу же подумавши о ней я начинаю думать а как же в этом пространстве будут жить мои заказчики и как же они будут себя осознавать в нем ведь мое пространство как мы с вами знаем это программа для будущего проживания людей в этом пространстве вот как я запрограммирую так они будут жить поэтому я сделал второй вариант чтобы запрограммировать людей на счастливую жизнь в удобном пространстве и так второй вариант выглядит следующим образом и главное его отличие я сейчас перечислю первое за счет одной из детских комнат я построил гардеробную и теперь когда мы заходим в дом сразу же можем зайти в удобное помещение в котором располагаются шкафы и теперь шубы пуховики и прочая одежда влезут и место еще для гостей останется что это нам подарила это нам подарила свободное пространство в прихожей в котором вместо шкафа мы можем сейчас поставить комод над комодом повесить красивую картину поставить вазу с цветами на эту поверхность мы можем поставить сумку придя домой бросить ключи дальше есть возможность поставить пуф или лавочку какую-то красивую за этой лавочкой мы можем повесить зеркало огромное во всю стену красивая в красивой интересной дизайнерской раме и тогда это пространство уже совсем по-другому заиграет она уже будет радовать входящего в этот дом потому что входящий будет видеть не висящую разную вот эту одежду не валяющуюся обувь а красивую композицию из мебели ведь есть разница согласитесь огромная разница вы скажете ну так детская комната же уменьшилась ну да уменьшилась но вот как я решил этот вопрос теперь детская комната у меня одна но есть смежная комната и в этой смежной комнате я устроил спальное место для детей сейчас у ребят есть один ребенок дошкольник но в будущем это будет еще и для второго ребенка тоже вообще когда дети до подросткового периода то они вполне нормально уживаются в одной комнате и не испытывают никаких проблем от слова совсем это нормально когда дети спят в одной комнате но посмотрите на детский садик на пионерские лагеря раньше такие были есть специальная спальная комната где спит человек по 30 и ничего никто не парится а тут два человека да и вообще не родные какие проблемы никаких зато когда кто-то зашел может спокойно спать другой в другой комнате с друзьями может проводить время или делать уроки или читать или смотреть телевизор не мешая тому кто спит в спальне для того чтобы это получилось мне пришлось заложить старое окно и вырубить его в другом месте чтобы окно получилось посередине спальные комнаты для детей и перегородка которую я построил новую заметьте я ничего не ломал я просто построил новую перегородку перегородка попадала на окно соответственно окно заложили и перенесли в новое место а за перегородкой уже гардеробная кстати перегородку не обязательно строить деревянную ее можно совершенно спокойно построить из гипсокартона ну или из другого материала который вам больше понравится и так как я сказал следующая комната это так называемая игровая то есть для активности детей здесь они проводят время сюда они приглашают друзей и гостей ну и в общем тут происходит детская тусовка а взрослая тусовка происходит в большой комнате где я абсолютно по-другому переставил мебель правда для этого придется переставить кухонный гарнитур совершенно иначе и здесь я предложил следующую концепцию кухня должна на кухню быть не похожа для этого нужно убрать верхние шкафы и здесь их нет здесь есть один огромный остров который стоит практически посередине помещения и это позволяет сразу многим людям собраться вокруг этого острова и что-то готовить ну например можно какую-то тематическую вечеринку замутить и делать вместе какое-нибудь вкусное блюдо но не обязательно же пить вино за столом можно же что-то вместе и поделать не обязательно в игры играть можно и вот так вот заняться у нас в городе например есть такая классная контора называется модерата они там проводят кулинарные мастер-классы и у них вот такой огромный стол виде острова за ним стоять очень удобно но это я так как пример так вот на этом острове есть варочная поверхность есть раковина для того чтобы она получилось придется коммуникации сквозь пол пробить в подвал а здесь под всем домом как раз находится подвал и очень удобно все эти коммуникации туда завести за островом находится комод который стоит прямо напротив окна это не обычное решение так как бы не делают но а я вот сделал и на этот комод можно поставить технику кухонную можно и чайник можно и кофе-машину и тостер и блендер и все что угодно и комбайн какой-нибудь все это будет стоять напротив окна но ничего страшного зато все под рукой справа стоит огромный холодильник это может быть 12 еще и винный холодильник там же может в одну систему встраиваться все это можно поставить до самого потолка а можно например один огромный отдельно стоящий холодильник двухдверный слева стоит комод или витрина по вашему желанию что захотите здесь тоже может храниться очень много всего полезного с другой стороны этого большого помещения диван кресло диван легкие на ножках кресло такое же чтобы можно было передвигать напротив стоит телевизор а в углу буржуйка которая по тех заданию просто необходимо и должна находиться здесь в этом доме вдруг электричество отключат и надо будет как-то топить помещение отапливать освещать огонь уже еще освещает но с другой стороны стоит точно так же стол с точно с такой же витриной с такими же стульчиками и он точно такой же раскладной вот так вот в одном пространстве можно по-разному поставить мебель и ощущение от нахождения внутри этого пространства будет совершенно разное вот в этом втором варианте я считаю будет гораздо интереснее находиться кухня на кухню не похоже остров как знаете в этих фильмах модных снимают когда большой остров но ведь можно так сделать но конечно можно если так сказать немножко набраться смелости и сделать не так как у всех но и самое главное я сделал вторую ванную комнату которая сейчас в спальне родителей таким образом получается мастер спальня вместо тех двух кладовых маленьких я сделал одну большую душевую есть раковина есть унитаз и есть большая душевая тоже с окном которое я предложил прорубить в деревянной стене вырубить окно не проблема выпиливаем пилой и вот пожалуйста окно заказали купили вставили но зато это дарит невероятное ощущение когда вы будете находиться в душевой потому что свет попадает потому что в окно вы видите деревья красоту природу они находитесь в какой-то закрытой коробке с глухими стенами в общем пилите окна в стенах и будет вам счастье кровати располагаю совершенно иначе за счет того что стеночку я продлил это позволило поставить кровать изголовьем именно к этой стене а вдоль длинной глухой стены я поставил шкаф сейчас он три с половиной метра и это прямо хорошо это прямо сильно больше чем прежние две кладовки вот видите вроде бы чуть-чуть нарастил стену буквально на метр а что удалось сделать и кровать поставить и шкаф больше установить еще и вторую ванную сделать и теперь это настоящая мастер спальня конечно же кресло здесь есть конечно же стеллажик на которые много полезного и приятного можно поставить например книжечки например какие-то запахи приятные цветочки ну и про макияжный столик я тоже не забыл он остался в другом уголку а вот этот вот эта стеночка которую я нарастил она решает еще одну задачу прикрывает спальное место от входной двери то есть если кто-то заходит в спальню он упирается в стеночку и не видит кровать то есть надо эту стеночку будет еще обойти и это очень комфортно надо сказать а на стеночку можно повесить фотографии семьи например или зеркало или картину или светильник вариантов много выбирайте любой который вам больше нравится кстати можете в комментариях написать что вам больше нравится в техническое помещение где разводка всех труб я ставлю стиральную машину сюда же уборочный инвентарь сюда же сушильную машину сюда же гладильную доску сюда же утюги и вообще набор всего всякого хлама который обычно хранят где-нибудь в ванной сейчас размещается вот это в это техническое помещение ну на самом деле это все само собой и напрашивалась а ванная стала большой приятной комнатой с окном где можно лежать релаксировать и наслаждаться жизнью на этом все друзья пишите в комментариях как вам эта планировка в деревянном доме ставьте лайк если понравилось если не понравилось можете дизлайк поставить но главное реагируйте а самое главное подпишитесь на канал нажмите на колокольчик чтобы получать уведомления о следующих видео на этом все всем пока да пребудет с вами муза